всем доброе утро 8 16 вторник день x вчера прошел ничего не случилось под видео покреплю ссылочку там них них не было не надо рассказать этого кто это такое достаточно известный человек в области большой кисельный переулок не поеду вот таксомоторной деятельности он там петицию составил но понятное дело что вероятность того что то чего он просит конечно же не наступит ближайшее время может никогда но найти это как на выборах понятно как посчитают но боткина нет но в боткин это съездим нормально хорошая локация вот что я говорю что сделать то не сделают но знаете как на выборах надо прийти галочку поставить надо прийти надо надо вот так что и здесь ссылочку оставлю не поленитесь перейдите по ссылке и петицию подпишите все неравнодушные коллеги которые работают опять же информация о том что таксопарки стали сдавать машины через него услышал по стоиме лизингового платежа то есть ниже чем это обычно сдается в аренду поэтому если кто-то думает брать машину в аренду или кого-то интересует вопрос там спали в машину в аренду взять подешевле я думаю что вам есть смысл мих-мих обратиться вот чтобы было вам счастьем собственно вот он первый заказ по цене более-менее ничего упал в лед отменил скаковой потому что но это капец это прямо здесь это рядом вот у нас каковая улица вот дерьмище короткая сейчас поеду посмотрю куда потому что сейчас уже не вижу это проститутка должна была мне показать конечку потому что поездка должна считаться дальней шеремок но нет не не захотел мне показывать в общем ладно что теперь уехал так уехал значит едем минут 10 едем тут у меня значит сашка сиров я люблю тебя до слез надрывается значит поет женщина лет 35 давайте без музыки поедем в тишине такая песня женская прямо вообще а у меня играет на единичку прям еле-еле слышно бедная как у тебя все плохо то выключил сейчас дослушаю у меня теперь время до хрена больше бы дослушать эту песню можно так сказать до дыры и и затереть сижу значит я по-прежнему в шарике время 1216 то есть два заказа вот 822 907 закрыл я заказ во сколько по времени выполнено 950 то есть почти два с половиной часа я сижу в этом говне ну мне не охота было куда-то кататься и на самом деле в обычный день я бы просто развернулся бы и свалил нахрен отсюда возникает законный вопрос вот коллеги которые работают на аренде какого хрена вы здесь сидите яйца высиживать у меня доход получился меньше 500 рублей в час меньше чем эконом зарабатывает который будет возить тариф с попутчиком смысл этого сиденья коэффициентов шарики нет поездка будет зеленая поездка будет недорогая особо не по выбираешь даже если конечку видишь там молод самолетил два заказа третий ты все равно возьмешь потому что иначе тебя вышвырнет из очереди и что можно здесь сейчас заработать но то есть как бы сорян народ вы чего вообще творить я понимаю что мне надо было как-то себя по вот он мне показывает очередь 11 15 15 что что здесь можно делать и как здесь можно сейчас заработать ситуации я рек там билборды повесил мы все просто ржем 260 тысяч в месяц зарплат ну это конечно подействует на привлечение новых людей но все эти новые люди как только придут отработают кто день кто два кто неделю кто две скажет 1000 пошел ты в жопу и за такое работать не буду поэтому новых водителей в яндексе не прибавится как в принципе в отрасли такси поэтому все эти баннеры но за наши деньги за нашей комиссии которые мы платим собственно повесили эту херь но пускай висит нас развлекает спасибо ну как то вот да чтоб тебя четыре раза через одно колено то есть грубо говоря косарь получился у меня там косарь стон за вот 45 минут и два с половиной часа короче говоря за три с хреном получился рубль чистого дохода даже не 500 рублей в час поэтому вывод напрашивать сам по себе вот на данном примере хочу вот чтобы все убедились в том что вот кино вот кино фиготкина я же там был уже сегодня еще разочек съезжу как я не люблю когда не раньше времени оттягиваются вот бинь-бинь бесит 41 минутка неплохо я так понимаю что это за жопе коммунарки как-то так метро коммунар когда даже какому на новостройки только построенные он говорит что пожалуйста до свидания люди тебя ничего не отвечает ответ какой у них воспитание дерьмовые и рейтинг у них дерьмовый и пусть будет такой и дальше вот интересно приехал на поварскую ехал горели прям такие неплохие коэффициенты он сейчас здесь есть по заказам в очередь не упала чайка так пока ехал получил заказ звонил потеряшка я не там место указал нас с ним связаться где он понять давай давай много вопросов все по хорошо люди добавили адрес включился счетчик и это самое прекрасное когда в городе в центре вот так вот все колом стоит твой заказ у меня отменился пропустился интернет пропал и заказ пропал и кэф из центра время то чем время 7 коэффициент из центра пропал практически до лужи я не дотягиваю катастрофа очень сейчас еще катану и домой поеду наверное под конец поездки прямо разговаривались душевно короче пора домой ехать по дороге домой такое как бы и домой и не но лучше чем в холостую думал то уже все оказывается нет по дороге домой прям почти домой ворд-класс шиканский ну что же традиционные итоги дня время без 10 9 я уже дома на кассе 13 заказов 10 949 943 первый заказ 822 то есть грубо говоря 12 часов с хвостиком но тут надо учитывать что получилось практически три часа простое в шереметьево вот она как бы печально могло быть и больше по пробегу месяцем 277 100 это от дома до дома что хочу сказать позвонил сегодня в свой таксопарк спросила ребят как дела мне сказали что да до 26 числа мы всех на хрен отключим печалька поэтому завтрашнего дня выхожу как парковый самозанятый других вариантов у нас пока что нет очень много противоречивой и разной информации за кого-то налоговики возьмутся за кого-то не возьмутся кого-то откошмарит кого-то не откошмарит кому-то палец попу засунут не знаю посмотрим что будет 26 но уже как бы народ отключать реально начали спросил я говорю а вот 2 400 ограничения типа чё делать будете снимать мы пока не знаем а налоговики сегодня сказали вчера вчера логовики сказали типа 2 400 и поднимать мы ничего не будем но это не так на уверенных щах но это все бредятина поднимут никуда не денутся потому что если уйдут все в и п то парке подключать кино понятно все давай до свидания но нету столько сейчас людей которые смогут сделать себе п оформить патент и работать в принципе такого количества нет слишком недостаточно людей это первое а второе там человек был абсолютно не умный потому что если бы он посчитал и сложил бы все цифры он бы понял что лучше поднять порог самозанятым потому что таким образом налоги придет нам много больше денег если люди будут оформлять и п и по патенту работы то налогов будет значительно меньшая сумма вот но увы там не всегда работают умные люди поэтому ляпнули глупости как бы но потом они справятся я больше чем уверен но это будет ближе уже к концу года там октябрь ноябрь вот где-то в этих краях но до декабря железно вот поэтому будем работать пока так посмотрим что будет происходить работы много но она такая не особо то в деньгах прибавила вот поэтому сегодняшних условиях вычетами налогов и прочих поборов оставаться будет меньше и это конечно же напрягает всем добра берегите себя я пошел отдыхать